Здравствуйте! Это «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. И сегодня у нас в гостях министр физической культуры и спорта Роман Игоревич Терюшков. Роман Игоревич, здравствуйте! Добрый день! Сразу же первый вопрос. Занимаетесь ли вы зарядкой по утрам? Может быть, каким-то видом спорта занимаетесь? Ну, вы знаете, я, наверное, в детстве, в юности, когда занимался спортом, дзюдо, тяжелая атлетика, тренер всегда говорил, что с утра надо спокойно пробуждаться, выходить из сна, для того, чтобы не нагружать сердечную систему. Ну и в принципе. И поэтому я с утра, наверное, нет. На работу приезжаешь, у меня есть грибной тренажер, вот можно на нем сесть часов в 9. Какой, простите? Грибной. Грибной, да. На нем можно сесть, немножко позаниматься, там полчаса погрестить, часов в 9 утра, вот это нормально, полдевятого, в 9, вот как-то в таком формате. Но с утра я не напрягаюсь особо сильно с зарядкой. Ну, чуть-чуть разминочку делаете? Ну, чуть-чуть разминочку, да, конечно. Окей. Теперь давайте с вами поговорим, собственно, о более серьезных вопросах, о том, как спортивная жизнь протекает в Люберецком городском округе. Не секрет, что у нас много ярких спортсменов, масштабных мероприятий и проектов. Обо всем давайте с вами поговорим по порядку. Буквально недавно вы посещали округ, встречались на стадионе «Электрон» с ветеранами спорт поселка Красково. И о чем-то они вас попросили, о чем они? Ну, я, наверное, начну с вашего первого вопроса. Конечно, Люберцы у нас вносят существенную лепту в развитие спорта Московской области, Российской Федерации, потому что большое количество базовых видов спорта, которые здесь развиваются. Мы здесь находимся в нашем дворце спорта. И, конечно, здесь баскетбол, художественная гимнастика, бокс, спортивная борьба, тяжелая атлетика, футбол – это все то, чем богато Люберцы. И поставщиком спортсменов в нашу сборную, в том числе и национальную, они являются. Это, конечно, дорогого стоит, потому что есть плеяда спортсменов, есть уже поколение тренеров, которые воспитывают и работают с детьми. И из-за этого история продолжается. И в городском округе Люберцы всегда появляются новые-новые люди, новые-новые спортсмены, дети, которые стремятся приходить в спорт. Да, мы были на стадионе «Электрон». Действительно, это хороший стадион с историей. Там есть команда, которая играла исторически, за которую болели. Но он пришел в негодность, больше 50 лет стадиону. Понятно, что за такой промежуток времени, тем более, спортивный объект приходит в упадок. У нас денежные средства мы запланировали на 2022 год. Мы хотим там сделать современное ядро спортивное, поменять легкоатлетический сектор, беговые дорожки, которые сейчас пришли полностью в негодность. Четыре дорожки сделать для того, чтобы жители имели возможность приходить, бегать. Скандинавская ходьба, активное долголетие. Это все, конечно, должно развиваться. Ну и футбольное поле. Жалко терять натуральный газон. Всегда приятно бегать по травке. Но мы понимаем, что при интенсивном использовании из футбольного поля к сентябрю уже превращается поле из хорошего зеленого месива, если его интенсивно использовать. И, конечно же, наши ветераны, ветераны футбола попросили сделать искусственный газон, который можно использовать 365 дней в году. Это правильное решение. Я считаю, и детская спортивная секция может там развиваться. И делить его можно играть. Но это уже совсем другая жизнь будет на этом футбольном стадионе. Ну и, конечно же, трибуны, которых сейчас, по сути, нет. Осталась подпорная стенка только. Но нужно будет их заменить. Сделать 250-500. Посмотрим по проекту, сколько влезет на данную территорию. Хорошие блочные модульные раздевалки для того, чтобы разделить потоки тех, кто занимается в основном объекте в нашем, который рядом стоит. И, соответственно, здесь ребята имели возможность переодеться, лучше выйти на поле. Вот эти вот планы есть у нас. Мы хотели реализовать их в 2022 году. Но попросили нас, уважаемые жители, попробовать перенести деньги. Понятно, сейчас пандемия, достаточно тяжело. Но будем смотреть, может быть, какую-то часть работы мы произведем в 2021 году, для того, чтобы уже стадион заиграл новыми красками. И ребята, наши более опытные, старшие жители могли приходить и тренироваться. Хорошо. Ждем к 2022 году. Смотрите, в рамках этой поездки вы встретились с нашей восходящей звездочкой, Ксенией Лукиной. Как вам Ксюша? Ну, Ксюша, конечно, уникальный ребенок. 8 лет, очень приятная девчонка. Молодец. Пятикратный, чем рекордсмерт мира. В России она там несметное количество раз тоже была чемпионкой. 8 лет за минуту подтягиваются 40 раз. Это, конечно, дорогого стоит. Там, я думаю, наши все телезрители сейчас в голове прокрутили, сколько же они сами могут подтянуться. Это, конечно, феноменальный человек. Я желаю того, чтобы она не бросала спорт, занималась им. Родителям большое спасибо за то, что все-таки это большая пропаганда. И ответственность, наверное, папы была в большей степени, который дочке показал, что можно заниматься спортом, активно вести, активный образ жизни. И, конечно, влюбил ее в перекладину. Я надеюсь, что у нее большое будущее. Тем более, рядом есть Малаховка, наш прославленный вуз. Там есть хороший зал по спортивной гимнастике. Может быть, Ксюша выберет это направление, этот вид спорта. И мы увидим ее в ближайшее время на хороших спортивных событиях мировых. Такие достижения – это талант или все-таки это родительские заслуги? Вы знаете, здесь это все надо совмещать. В любом случае, если бы папа не показал ей эти упражнения простые, она бы не подтягивалась сейчас. И, конечно же, здесь, наверное, 80% – это заслуга родителя, который хочет, чтобы его ребенок занимался спортом, этим живет. Вот у нас не только Ксения, а все остальные детишки, которые занимаются, ходят мамочки, папочки. Если говорить о хоккее, то вообще, наверное, многие сходят с ума, по-хорошему сходят с ума и видят уже в 3-4 года в своем ребенке будущего Александра Овечкина, Евгения Малкина. И, конечно, это дает определенный стимул для развития. И тут же ребенок начинает ходить. Но здесь главное не переборщить так, чтобы ребенок полюбил спорт, а не испытывал к нему некоторые отвращения из-за того, что он не хочет этим заниматься. Это жизнь, к сожалению. Если ребенок больше хочет и стремиться к искусству, то нужно, наверное, ребенка слышать и делать то, чем он хочет заниматься. Но Ксюша, она, кстати, разносторонняя. Вы в курсе, что она английским занимается и в театре. Она к вам обратилась с какой-то просьбой, насколько я знаю. Да, мы говорили, когда мы встречались во дворе у нее дома. У нее очень хорошая детская площадка. Но мы проводим благоустройство на территории Московской области. Появляется большое количество детских площадок, благоустраиваются дворы, спортивные площадки. Но зачастую жители голосуют за детскую площадку, забывая о том, что дети вырастают. А детская площадка все-таки рассчитана до 5 до 6 лет. И дальше ребенку там делать в песочнице нечего. И мы зачастую забываем о спортивной составляющей. О турничках, о брусьях, о тренажерах для работы с собственным весом, которые очень востребованы у нашего более старшего поколения. Вот, к сожалению, на площадке, где живет Ксения, спортивные элементы не были учтены. Она попросила, можно мне хотя бы, чтобы я могла приходить на эту площадку, поподтягиваться, поотжиматься на брусьях, сделать какой-то минимальный набор элементов. И мы с администрацией переговорили. Им большое спасибо за то, что они тоже уделяют огромное внимание развитию спорта. И договорились, что когда начнется уже весенний-летний сезон, когда можно будет проводить благоустроительную работу, мы обязательно во дворе поставим набор для Ксении и для жителей, чтобы они могли выходить, подтягиваться, стремиться к их юной, очень известной уже во всем мире соседке. А может появятся новые рекордсмены. А может быть появятся и новые рекордсмены. Будем на это надеяться. Немного нужно, собственно, начинающему спортсмену, всего лишь хорошая спортивная площадка. Если же говорить в целом о профессиональном спорте в нашем городском округе, то как прошел 2020-й? 2020-й, конечно, тяжелый год. Мы понимаем, я даже не говорю сейчас о решении суда в Лазанье, решении ВАДа, которое было совсем недавно. Это, конечно, пандемия. Заботит каждого. Мы в апреле, в мае, помните, просидели на самоизоляции. И в июне были закрыты спортивные школы. К сожалению, это, наверное, не было возможности избежать. И наши спортсмены, в том числе и профессионалы, и ребята, которые занимаются в спортивных школах, были лишены возможности профессионально готовиться. Если ты не член сборной, то, к сожалению, все объекты спорта были закрыты без исключения. Но у нас есть очень хорошая, талантливая команда. И мы с нашими тренерами посоветовались, сели. В том числе и здесь, в городском округе Люберца. И проводили для ребят зум-тренировки. Для того, чтобы они из дома вместе со своим тренером могли заниматься. Вот он с группой занимался. И, что самое интересное, эту практику мы распространили и дальше. Потому что у нас во время пандемии все были заперты дома. Особенно в более старший возраст, 65+. Они вообще находились на самоизоляции. Мы для них организовали онлайн-тренировки, где наши известные спортсмены, олимпийские чемпионы, члены сборной Российской Федерации, выступающие или уже закончившие свое выступление, проводили подобные тренировки для жителей. Все могли присоединиться. У нас с аудиторией было порядка полутора миллионов, если я не ошибаюсь, которые посмотрели совокупность этих тренировок. И с утра, как вы любите заниматься спортом, с утра выходили, все включали Инстаграм в 9 утра. И, соответственно, занимались, смотрели, кто представляет сегодня тренировку, с ним занимались. Дальше эту практику мы продлили и сделали ее как спортсменам для любого жителя. Мы делали зум-тренировки. И сейчас они, кстати, продолжаются по восьми направлениям. Когда мы профессионального тренера ставили в спортивный зал, и стретчинг, фитнес, пилатес, йога, активное долголетие, занятия для детей, по этим направлениям три раза в день каждый мог записаться через ЖУ Спортом на эту тренировку, выбрать себе тренера, соответственно, и в определенное время тренер занимается, это уже свободное общение с тренером, что у тебя не получается. Тренер тебя видит по телевизору, смотрит, как ты пополняешь, правильно или неправильно упражнения, дает тебе подсказки. Вы можете что-то спросить у тренера. Вот эта практика зум-тренировок у нас стала распространена. Сейчас, когда вторая волна пошла, жители 65+, активное долголетие закрылось, и для детей мы, соответственно, зум-тренировки возобновили, и наши тренеры совершенно восприняли очень хорошо эту идею. Сейчас также проводят занятия с теми, кто сидит дома и по тем или иным причинам не может выйти на улицу, подвигаться. Активная двигательная активность, она, конечно, очень важна, тем более в период пандемии, когда не хватает и свежего воздуха, и каких-то активных действий. Я, на самом деле, честно об этом не знал. Вы сейчас для меня прям Америку открыли, это очень классно. Профессиональный спорт невозможен без соответствующей инфраструктуры. Как с этим обстоят дела у нас в округе? Ну, у нас, если брать я сейчас про Московскую область скажу, наверное, в целом, чтобы была картинка. Мы за последнее время, вот так с коллегами считали, начиная с 2012 года, с 2013 года построили, сейчас уже 142 объекта. Это всех видов собственности. Коммерческая за счет средств бюджета. Еще два у нас в стадии завершения будет объектов в Серпухове и в Молодежном. И 22 мы отреконструировали, но это, считайте, реконструкция, это то же самое новое строительство, как завод, стадион «Электрон». И еще до конца 2024-го еще 60 объектов построили. То есть мы за вот этот вот короткий промежуток времени построили объектов, а еще построим больше, чем был построен за всю историю существования Московской области. Была программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева по строительству. С этого все началось, с 50 фоков, а дальше к ней уже начали «А дайте нам бассейн, а здесь нам не хватает льда». И ты понимаешь, что вся инфраструктура, которая была построена до этого, она уже достаточно в изношенном состоянии находилась и требовала ремонта. Были построены, конечно, в начале 2000-х глобальные дворцы, которые мы знаем, в Подольске, в Балашихе, в Матищихе, в Люберцах у нас здесь появился вот этот современный новый хороший дворец, но маленьких спортивных объектов, которые нацелены как раз на жителей, их не появлялось. Вот у нас есть фокус игровым залом, который сейчас, к сожалению, мы переделали в госпиталь «Ковид», закрыли, перераспределили контингент по территории городского округа. Там сейчас 204 койки, если я не ошибаюсь, мы вместе с Минздравом их создавали. Это, конечно, очень тяжелая потеря, то, что объект потеряли в черте, но это жизнь, там лежат наши жители, им спасают жизнь, и я считаю, что объект спорта тоже выполняет свою функцию в том числе. Ну и, конечно, у нас есть большие планы по развитию, и центральный стадион, и баскетбольный зал, которому тоже уже больше 50 лет. Мы с Давит Яковлевичем Берлином, нашим патриархом баскетбола, часто о нем говорили, он все время говорит, давай построим зал, давай построим зал. Вот с Владимиром Петровичем Ружицким, ну что же, договорились, то, что центральный стадион нужно будет развернуть, сделать хорошую трибуну с подтрибунным помещением, может быть, как раз там достроить этот баскетбольный зал, чтобы ребят перевести непосредственно уже в хорошее новое помещение, в спортивный объект. Ну плюс у нас с вами здесь есть и большое количество стадионов, всего на территории Люберца, если я не ошибаюсь, сейчас это порядка 600 объектов, начиная от самых маленьких, это турнички, заканчивая хоккейными коробками, которые мы, кстати, зимой тоже заливаем, у нас зима вроде дает, делает нам сервис, позволяет в этом году, но пока что еще не позволяет, потому что для того, чтобы залить каток, мы же должны 10 сантиметров уплотнить снежного наста, а у нас, к сожалению, снега нет, а заливать на резиновое покрытие, мы его потеряем весной, и оно будет крошиться, и восстановление будет стоить достаточных средств, ну ждем, обещают нам завтра, послезавтра снегопады, поэтому я надеюсь, что к Новому году мы постараемся залить все ледовые площадки, которые планировали, на территории городского округа, чтобы в Новый год жители могли спокойно, соблюдая социальную дистанцию, и все меры предосторожности, покататься на коньках. Уходим на рекламу. Это программа «Открытый диалог», и сегодня у нас в студии министр физической культуры и спорта Роман Игоревич Терюшков. Роман Игоревич, еще раз здравствуйте, рад видеть вас в гостях у нас, в добром здравии, надеюсь, так и будет. Следующий вопрос, который бы хотелось вам задать. Знаю, что на спортивных объектах также периодически проходит тестирование комплекса «Готов к труду и обороне». Какие успехи в освоении данного комплекса здесь? Ну, комплекс, вы знаете, появился в 2014 году. Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о его возрождении. Конечно, мы патронные ящики не носим, как это было в далеких 30-х и 40-х, когда он появился. Не метаем гранату, но те успехи, которые у наших спортсменов сейчас существуют, они действительно весомые. Действительно большой интерес у жителей. Но комплекс, по моему мнению, все равно нужно модернизировать, потому что мы не стоим на месте. Это жизнь. Он должен быть более современным. Но сейчас большой интерес он вызывает, конечно, у наших учеников. Ни для кого не секрет, получив золотой знак, вы получаете дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ к тому результату ЕГЭ, который вы получили. Поэтому большой всплеск и ажиотаж у наших юных, молодых спортсменов, любителей. Но, конечно, есть и более старшее поколение, которое приходит, выполняет эти нормативы, получает знак. Действительно, есть стремление. Если я не ошибаюсь, у нас тысяча знаков. Тысяча человек выполнила норматив, из которых, по-моему, 150 было даже золотых знаков. Здесь, в городском округе Люберцы, это достаточно большой, серьезный результат. Вот Ксения, о которой мы говорили, я думаю, может легко выполнить на своей первой ступени, на золотой знак. Ее пример, я думаю, заразит многих людей, в том числе, может быть, и родителей тоже. Для того, чтобы пойти в центр тестирования, здесь в городском округе Люберцы их достаточное количество, прийти в центр тестирования, выпал норматив и повесить на ласкан золотой знак. Будет чем похвастаться? Конечно. Когда вы будете поднимать бокал в новом году и скажете, вот, а у меня золотой знак появился. Этот год, конечно же, мягко говоря, можно назвать непростым, тем более для спорта. Так вот, спортивные сообщества региона четко среагировали на вызов, связанный с пандемией коронавируса. И не понаслышке знаю, что многие спортсмены, тренеры стали оказывать добровольную помощь людям. У вас есть, может быть, какие-то примеры? Вы знаете, примеров очень много. Действительно, в марте месяц, когда мы закрылись, закрылись спортивные школы, закрылись ФОКи, наши большие дворцы спорта, и действительно люди оказались в тяжелой ситуации, первыми, одними из первых на помощь пришли спортсмены. Это наши тренеры, это наши воспитанники спортивных школ, сотрудники центров. По всей Московской области это свыше двух тысяч человек, были волонтерами. Здесь, в Люберцах, если я не ошибаюсь, тоже порядка 50-60 человек. Из числа тренеров, воспитанников разносили и тем, кто был в самоизоляции, коробки продовольственные, лекарства, отвечал на телефонные звонки. Это все, конечно, вклад спортсменов. Если брать отдаленные сельские территории, то там была помощь еще оказана и по содержанию участков, где-то доску прибить, кому-то лавочку поставить, поправить. Я сам тоже приезжал в ряд территорий, мы вместе с волонтерами живым спортом, этим занимались. Действительно, это от души идет. И люди попали в ту сложную ситуацию, и в стороне спортсмены не могут остаться в принципе, потому что нам не дает наша социальная ориентация. Не только спортсмены, просто вообще люди. Хорошо, что они остаются в стороне. Надеюсь, все эти сложности останутся уже вот в этом уходящем году, и в Новый год будут происходить какие-то чудеса. Собственно, о чудесах хочу с вами на новогодних поговорить. У меня здесь есть письмо от Бори Царика. Письмо Деду Морозу. Если вы позволите, зачитаю. Вы будете Дедом Морозом? Боюсь, что нет. Мне кажется, Дедом Морозом будете вы. Но давайте сейчас мы это выясним. Меня зовут Боря Царик, мне 7 лет. Я хожу в первый класс в школу номер 10. Учусь хорошо, потому что сильно стараюсь. Еще я веселый и добрый. Я занимаюсь в футбольной секции и хочу стать знаменитым футболистом. Базовый вид спорта в Люберцах. Футбол. Играю за сбор... И играть за сборную России. Дед Мороз, еще хочу сказать тебе, какая у меня большая семья. У меня есть папа, мама, три брата и сестра. Ваня, Игнат, Ярик. Тоже классные футболисты, потому что... Это человек, детей. Да, большая семья. Молодцы. Потому что больше занимаются с тренером. У нас с братьями есть главная мечта поиграть в футбол с настоящими известными футболистами из крутого клуба. Очень прошу тебя подарить нам такой подарок. Пожалуйста, Дедушка Мороз, ты же волшебник, ты все можешь. Обещаю тебе очень хорошо учиться в первом классе. Боря Царик. Роман Игоревич, есть чем ответить? Четыре будущих футболиста растут, я так понимаю. И девочка, которая тоже занимается спортом. Конечно, мы обязательно. У нас есть очень мощный футбольный клуб. Это футбольный клуб Химки, который в этом сезоне вышел в премьер-лигу. Я тогда переговорю с главным тренером, с игроками. И у нас плюс еще в Химках спортивную школу возглавляет Александр Ширко. Это, кто помнит, человек, который забивал Аяксу, играл в Спартак. Это тоже наш прославленный футболист. Я тогда их приглашу. И мы с ребятами поиграем в футбол. Они им проведут тренировку. Тоже родителей приглашаю. В Новый год мечты должны сбываться. Если, тем более, Борис хочет сыграть с футболистами, он получит такую возможность. У нас одним из лидеров является Денис Глушаков, Резуан Мирзов. Попросим, посмотрим, сейчас они где находиться будут. Сейчас пауза идет. Я надеюсь, что они будут здесь, в России, в Москве. Их с удовольствием тоже пригласим. И с Борисом поиграем. Такое ощущение, что у нас сегодня в гостях не просто министр физической культуры и спорта, а еще и Дедушка Мороз. Это очень-очень приятно. Роман Игоревич, сразу четыре новые дисциплины включены в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Как в нашем регионе эти виды спорта развиваются либо представлены и где ими можно заниматься? И есть ли у спортсменов из Московской области и, в частности, из Люберец шанс оставить конкуренцию мировым спортсменам? Новые, конечно, дисциплины достаточно тяжелые, потому что тоже серфинг... У нас сложно здесь... Да, у нас сложно найти территорию, где можно заниматься серфингом, понятно. Но в любом случае наши спортсмены будут бороться за самые высокие медали, потому что у нас, если говорить о том же скалолазании, даже до того момента, как была эта дисциплина включена в Олимпийскую, у нас есть ряд территорий, где у нас есть скалодромы, действительно профессиональные скалодромы, где у нас открыто отделение, спортивные секции, и там ребята занимаются. Там нужно брать и Серпухов, и Фрязино, еще ряд территорий, где есть скалодромы. Что касается скейтбординга, то вы знаете, что у нас есть и программа. Мы создаем хорошие бетонные скейтпарки, при благоустройстве парков и скверов появляются площадки, тоже для экстремальных видов спорта. И здесь у нас, я думаю, тоже есть достаточно большой задел. У нас есть наше училище Олимпийского резерва. Первое, вот там уже ребята начинают появляться, это наши будущие звезды, в том числе, которые будут представлять нас на мировом уровне. Понятно, новые дисциплины. Брейкдансинг вообще отдельная дисциплина. На последних играх юношеских наш парень по этой дисциплине выиграл. Понятно, что у нас 8 территорий тоже где есть, где развивался танцевальный спорт. И брейкинг входит в их дисциплину. Точками у нас есть, конечно, и Одинцова, и Балашиха, и Мытища. Я в Люберцах тоже понимаю, что нужно развивать большой город, здесь большая выборка. И в ближайшее время посмотрим, насколько эти дисциплины останутся в олимпийской программе. Это тоже надо обратить внимание, потому что у нас они туда попадают, уходят из нее, это жизнь. Но в любом случае спортсмены в Российской Федерации будут представлять сборную страны, я думаю, по ряду из этих дисциплин. Думаете, могут не зайти какие-то, если что, из этих дисциплин? Ну, вы знаете, это жизнь, у нас софтбол, есть такой вид спорта, это женский бейсбол. Вот он в свое время зашел, потом вышел, мы являемся в России чемпионами, 26-кратными наш софтбольный клуб «Карусель». Но как таковой интересно смотрибельности наверное нету, и поэтому здесь же олимпийские виды спорта, они ориентированы больше всего на смотрибельность и на ввлечение молодых спортсменов. Я думаю, что у того же скалолазания, у брейкинга есть возможность закрепиться в олимпийской программе, потому что действительно привлечение молодежи, да и серфинг, серфинг, тоже, скейтбординг, это такие молодежные дисциплины, которые будут привлекать внимание молодой аудитории, и олимпийские игры могут выиграть от этого. Но посмотрим, опять же таки, как будут дальше развиваться события и останутся ли они, закрепятся ли они в олимпийской программе или нет. Ходит много слухов, кто-то говорит, сейчас надо бокс выключить из олимпийской программы, поэтому это тоже такое, мне кажется, на грани сумасшествия решение. Не, 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 бокс надо оставить обязательно. Это мы с вами понимаем, но кому-то, видимо, хочется что-то другое включить. Потому что у нас там столько шансов. Так, у меня для вас есть небольшой блиц-опрос. Готовы? Давай, давайте. Давайте попробуем. Я не знаю, я не знаю, я думаю, вы справитесь с легкостью, я вам задаю вопросы, а как уж отвечать, думайте вы. Хорошо. Футбол или хоккей? Хоккей. Шампанское или сок? Сок. Над какой целью работаете сейчас? Здоровье. Слушайте голос сердца или голос разума? Разума. Как выглядит отпуск вашей мечты? Я давно в отпуске не был, я не знаю, как он может в принципе выглядеть. Но мечтаете наверняка? Хоккей. Позаниматься просто спокойненько, отложить телефон, чтобы не завозить. вот хоккей, спорт, спокойно ходить, гулять, дышать воздухом, но причем это должно быть подмосковье или что-то, глубинка сердца России. А, понимаю вас, понимаю. Не люблю выезжать, не люблю теплые страны, нравится путешествовать по России, пока мы не изведаем каждую точку, выезжать за пределы, мне кажется, пагубно. Чем больше всего гордитесь в жизни? Своими достижениями, детьми. Без чего вы не можете обойтись ни дня? Без спорта. Праздновать Новый год дома или в ресторане? Дома. Успех – это везение или работа над собой? И то, и то. Зеленый чай или кофе? Зеленый чай. Солидарен. Возникало ли у вас желание начать все с чистого листа? Нет. Если не эта работа, которой вы занимаетесь сейчас, то чем бы вы могли заниматься еще? Не представляю. Ну, управление. Я надеялся, какой-нибудь другой, думал, спортсмен, скажете, станет ли стойером, мог бы работать. Ну, не знаю. Это надо не только заниматься, это надо еще назад вернуться в детство, чтобы стать спортсменом. Конечно, хочется стать профессиональным спортсменом, хоккеистом, но это жизнь. Для этого надо вернуться глубоко назад. А в детстве какая мечта была? Вот кем хотели стать? В детстве, если говорить о спорте, наверное, футбол, потому что это такой был вид спорта самый распространенный. Ну, о хоккее, честно могу сказать, не думал никогда. И никогда не стоял на коньках. Тоже для себя это открыл. В 2014 году у меня друзья говорят, попробуй, ты же министр спорта, ты должен стоять на коньках. И вот попробовал, сейчас лигу создали, играем, команду. Очень интересный, захватывающий, динамичный вид спорта, который постоянно держит тебя в напряжении. Ты не выключен из игры ни на секунду. Даже когда сидишь на лавке. Поэтому, если бы начинать, как вы сказали, все заново, с детства, то я, конечно, бы родителей... И понимать, что тебя ждет в будущем, я бы, конечно, родителей попросил, чтобы меня отвезли на хоккейную коробку. Но в моем детстве не так много было ледовых дворцов. И сходить, наверное, из секции ходить было решительно некуда. Это сейчас можно практически в каждом муниципалитете, а в Московской области в каждом найти ледовую площадку, крытую, хорошую, современную, и пойти позаниматься. Скоро Новый год, праздник долгожданный, длинные каникулы. Как вы рекомендуете люберчанам провести их? Ну, у нас в городском округе Люберца есть огромное количество мест, куда можно сходить. Опять же таки, не этим не злоупотреблять. Я все-таки рекомендую это открытые места. У нас есть и хоккейные коробки, и лыжные трассы, которые существуют. И тем более в парках сейчас мы будем накатывать. Это наш центральный парк, и Малаховское озеро, и Наташинские пруды, и летний театр, и парк «Сказка». И на карьер можно сходить. Тоже покататься на лыжах, активный образ жизни. Не ходить по торговым центрам, я думаю, не быть в толпе. А самое основное, заботиться о своем здоровье, дышать воздухом, заниматься активной, активностью двигательной, заниматься спортом, жить спортом. В этом залог успеха, будет здоровье, будет все остальное. Ну и несколько пожеланий нашим зрителям с наступающим. Год тяжелый, чтобы сбывались все мечты, конечно, чтобы мы в 2021 году победили пандемию, чтобы болезнь прошла стороной. Это, наверное, я думаю, самое распространенное пожелание. Ну и, конечно, жить спортом. Спасибо большое, Роман Игоревич. Это было прекрасное, на мой взгляд, интервью. Спасибо. Министр физической культуры и спорта Роман Игоревич Терешков был сегодня у нас в гостях. Это программа «Открытый диалог». До встречи и с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова